Недавно был приговор Льгерда Суполецкису. Как вы его прокомментируете? Ну и, собственно говоря, что происходило после этого приговора и где он сейчас? Ну, как могу прокомментировать это? Возмутительно, когда действующие власти в Литве подавляют свободу слова, убирают политических конкурентов. В то время, декларируя о какой-то демократии, свободе слова в Литве, фактически это все опровержается такими действиями, как с Альгерсом Полецкисом, когда без всяких доказательств весомых, просто суды могут посадить любого человека на 6 лет. Вот и все. Альгерс Полецкис уже полтора года просидел, пока следствие шло, его не пускали в одиночной камере. После этого выпустили под залог огромный и надели на ногу браслет. И вот где-то в процессе двух еще лет к этому ему приходилось дома сидеть с этим браслетом. Сейчас суд вынес решение по 6 лет заключения. 4,5, да, осталось, получается? Ну да, плюс 4,5 осталось просидеть. Я помню, что когда, кажется, прошлым летом был вынесен приговор судом первой инстанции, и представители посольства России, они прокомментировали этот приговор так, что это пример судилища, что дело шито белыми нитками. То есть даже официальные лица... Абсолютно-абсолютно правильно сказал, это дело шито белыми нитками. Это, могу сказать, не первое, я думаю, не последнее такое дело, шитое белыми нитками. Меня тоже судили точно так же, только немножко за другое. То, что разжигал рост по отношению к лесным братьям, которые были причастны к убийству верным жителям. И что там еще? Ну, еще что-то. Третье следствие. Вышел парень из Павла России 9 мая. Да, практически на каждом шагу аресты. Меня вот осудили тоже ни за что, без всяких доказательств абсолютно. Знаю, блогеров закрывают тоже. Знаю, твориги закрыли, общественных деятелей в Эстонии тоже закрывают и до сих пор сидят. То есть страшные вещи происходят в Прибалтике. Ну, то, о чем, зачем наблюдала я, я таки не смогла понять на основании чьих слов, каких доказательств, фактов, каких людей строится вот это обвинение. То есть там неустановленные лица, справки служб, которые также никто не видел. Это, понимаешь, сам обвиняемый, и Аргирдас не видел. Что в основе обвинения? И Аргирдас Полецкий сказал, что даже суд не видел этих справок на основании каких свидетельств, никаких показаний, каких-то секретных докладов на основании чего. Даже суд сам не вынес, не видел эти доказательства, а вот вынес вот такое ужасное решение. Я, честно скажу, уже не верю в демократию, не верю в правосудие в Литве, потому что вижу, какая судебная институция у нас сидит, какие там непрофессионалы или посаженные специальные лица, которые бы закрывали глаза на правосудие, на какие-то аргументы, на здравый смысл, на человечность. То есть в Литве этого я не наблюдаю. В принципе, в Эстонии и в Латвии. А что сейчас происходит с Аргирдасом? Где он? В СИЗО? Либо уже переместился? Я, честно говоря, не обладаю информацией, где Аргирдас сейчас находится. Я думаю, в СИЗО он в ближайшее время будет отправлен уже к месту заключения. И, знаете, я переживаю, вот к нам приезжали на 9 мая ваши коллеги, граждане Литвы, вот Эрика, Казимирос и другие люди, не первый раз уже приезжают, у нас сейчас без ВИЗ. То есть люди могут... И, кстати, он продлен до конца года, поэтому можно... Замечательная новость, замечательная новость. Я сам надеюсь, вот вернусь с командировки, возьму семью, детей, поеду в Минск, приеду. Хочу в Брест посетить, детям показать. Это очень хорошая идея. Брест, в Брест. Надеюсь, Российская Федерация последует, к примеру, в Беларуси. Я знаю, что вот ребят, которые вернулись потом в Литву, ну, во-первых, их не сразу впустили в Беларусь. То есть литовцы. И когда вернулись, там, как я понимаю, были тоже вопросы и, наверное, и беседы, и травля вот это, и в соцсетях, и наверняка... Да, травля, я вот наблюдаю, и сейма даже какие-то угрозы звучат, очередные запугивания, что, может быть, уголовные статьи какие-то включены, по аналогии с Альгерсом Полецкисом, то есть на ровном месте подобрать. Был бы человек, кстати, подберут. Это как раз по Литве сейчас. Конечно, запугивают, боятся вот таким дружеским отношением, когда вот и люди едут с мирной миссией, хотят дружить, общаться, а не играть какую-то там вражду, русофобию и так далее. Вот это наглядный пример. Конечно же, у нас в Литве действует огромная пропаганда идет сейчас. Просто из каждого утюга вот такая негативная реакция на Беларусь, на Россию. Конечно, в этих условиях сложно заниматься общественно-политической деятельностью, потому что сейчас идет элипторизация общества такой негативной ко всему русскому, белорусскому, все, что всем связано. Но могу сказать, вот Эрика, вот, и кто приезжал, это большой, огромный пример, как вот должны поступать настоящие литовцы, которые думают о государственности, о будущем, о том, чтобы наши народы жили в доброседских отношениях, вот, чтобы экономически были культурные связи, чтобы могли просто поехать друг к другу, погостить. Вот, это очень сильно, но в последнее время у нас не хватает. И вот опять же, за что на них такие нападки? Люди, вот если взять, допустим, наших, да, этих беглых преступников, вроде как оппозиция. Ну, какая оппозиция? Преступники. В нашем случае это преступники. Так они призывали свергнуть власть, призывали устраивать беспорядки на улицах, они призывали нападать на людей, на граждан Беларуси. То есть вот это, за это к ним, ну, как бы такое отношение, да. А у вас люди наоборот, вот Эрика та же, они говорят вещи наоборот, как вы говорите, вот, то есть нет ничего противозаконного ни в их словах, ни в их действиях, только вот дружелюбие, желание действительно налаживать отношения, желание, чтобы в своей стране все было хорошо, чтобы были рабочие места, не закрывались предприятия, чтобы дети имели доступ и к образованию, и к медицине. То есть за что вот на них так нападают? Потому что боятся сегодняшние власти, которые сидят, о, три стихи, власти, номенклатура сегодняшней Литвы, она боится очень сближения, очень боится сближения, что когда-то будут дружелюбные, вот, им нужно создавать, им, в принципе, оплачивают эту буферную зону. Должна быть в Литве буферная зона, должна быть злоба, должна быть переписана история, должен быть сейчас уже снос памятником героям Великой Отечественной войны, потому что это уже другая история, это уже, как бы считают, это не литовцы там воевали, ну, так преподносят уже тем детям, которые с 90-х годов родились, вот, им так преподносят историю же, это чужая там война, вот, одни пришли, убили, там, другие пришли, убили, одни оккупанты снили, других оккупантов, ну, такое вот зомбирование тут населения здесь, естественно, в этом направлении нужно действовать, нужно разъясняться, воспитывать своих детей, вот, побольше вот таких поездок должны быть, должны белорусы приезжать, литовцы должны в Белоруссию приезжать, вот, чем больше таких контактов будет, тем, я думаю, что вот эти вот наши все народы, они будут жить более мирно, более счастливо, более взаимным пониманием друг к другу относиться, а вот эти, как вы говорите, вот, опасные, белопавлящики, ну, здесь понятно, что это был заказ на разрушение Белоруссии, государственности, то есть Запад хотел такими методами сместить власть действующей и включить свой такой проект, да, вот, сделать Прибалтику номер два там какую-то, да, вот, поставить свои марионеток, которые будут слушать Запад и выполнять, и разрушать государственные суммы внутри. Крестно понимаем, что, первое, пострадали бы все белорусские предприятия, я думаю, что это вообще Белоруссия, я считаю, это уникальное государство, которое не пошло по пути приватизации, осталось все вот эти громадные заводы, они расставились у государства в руках, и это огромное, я считаю, как бы, то, что счастье, да, счастье может и заслуга, конечно, вашего главы государства, которое не позволило бы по этому пути пройти, потому что, если я пошел по пути приватизации, не было бы этих гигантов сейчас, не было столько рабочих мест, Белоруссия бы искала место, белорусы просто искали бы место, где бы можно заработать, искали бы лазей, как бы попасть куда-то в Европу там западную, где думают немножко о рабочих местах, и превратили бы то же самое приватизацию к номер два. У вас, насколько я знаю, у меня вот одноклассник переехал в Минск, он очень доволен, он из Кальпеды сам взял семью, переехал, и очень доволен, сейчас в Минске живет, и говорит, конечно, это социальное государство. Я тоже в гостях к нему был, я увидел, как у вас здорово, какие люди добрые, радушные, еще сохранилась вот эта душа, что на Западе это уже становится редкостью, к сожалению. Ну и что касается вот людей, я просто 9 мая, это такой показательный был, ну 9 и там, может быть, чуть дальше дни, все-таки показалось, что люди, которые помнят историю, которые чтят героев, которые не признают нацистов в любой форме, да, неонацисты, неофашисты, они есть по всему миру, по всему миру, несмотря так же вот в ваших странах, странах там Прибалтики, люди выходили и с цветами, несмотря на штрафы, несмотря вот один парень, вышел Александр, знаменитый, тоже с российским флагом, возбудили уголовное дело по статье «Геноцид». Ну видите, это идет запугивание населения, просто показывает население, что за любой такой шаг, который они еще где-то терпели, да, открыто так и не выступали против. Косвенно, конечно, было много чего сделано, всячески не давали здесь и русским развиваться, превратили там в второй, третий сорт, вот здесь, в Литве, не знаю, в Латвии тоже, там, в Синститут, у них граждане до сих пор существуют, просто решили, что будет именно так. И, к сожалению, мало кто что мог сделать. Сейчас вот у них появилась возможность, это с учетом вот этой пропаганды, которая сейчас везде идет, вот на Западе, в Прибалтике особенно, с каждого этих городов сейчас просто транслируется, ну, под этот шумок решают свои стратегические задачи, по стиранию истории, по стиранию памяти, по всему, чему для любого нормального человека, для русского является святым. Это память о наших героях Великой Отечественной войны, это могилы просто хотят пройтись, истоптать наши могилы, брать памятники. Я считаю, это провокаторы, которые вот сидят, хотят, что в Прибалтике ненормальное создать, потому что, конечно, люди не будут это терпеть. Или я считаю, что они самостоятельно не мыслят совершенно, не думают о государственности. Вот вы еще обратили внимание на такую статью, в социальных сетях, я видела, вы публиковали, о том, как боится правящая номенклатура в Литве, появление новой социально ориентированной политической силы и страхи потери своей власти. И вы задавались вопросом, умерла ли демократия в Литве, или можно реанимировать. Как бы вы сами ответили на этот вопрос? Ну, я считаю, очень сложно реанимировать, но возможно, потому что на сегодняшний день настолько эту демократию затоптали, затоптали, да, что ее сложно сейчас реанимировать. Ну, это возможно. Но те политические силы, которые сейчас работают в Литве, с этими, это невозможно, потому что это все системные партии, системная оппозиция, которая сменяет одна другую, но система ничего не решается. Они все в одной либеральной такой продлиге, которая выполняет западные интересы, Вашингтона, Лондона, и ни одна из этих политических сил не способна на какие-то разумные изменения. И поменять судебную систему, когда вот такие вот заказные суды, действительно, надо что-то менять. Пока мы не поменяем судебную власть, прокуратуру прежде всего, и, конечно же, нам нужна политическая партия, которая выступала бы с социальных позиций, которая заботилась бы о простом человеке, простом литовце. Ну и нужны такие люди во власти, как Альгердес, как мне кажется. И дед у него был в такой направленности, и отец. Поэтому власть увидели в нем, что Альгердес может объединить как раз эту силу и делать все возможное, чтобы это стоптать, нивелировать, уничтожить, запугать. Уголовные дела дополнительные возникнут, они на все это могут сейчас пойти. К сожалению, помочь здесь практически некому, потому что это система, жаловаться некому. Суды не рассматривают активно, потому что они же будут рассматривать. И здесь только ждем момента, когда люди сами прозривут, увидят, что это произойдет. происходит у нас в Литве. Я думаю, это скоро уже произойдет, из-за таких вот геополитических событий, которые происходят. Повышение цен, знаю, что в энергетике у нас происходит, и все, многие же, да, эти два года будут сложные для Прибалтики. Я думаю, многие начнут трезветь, снимать белину с глаз. Тогда можно будет людям разъяснить более доходчиво. Спасибо, что интересуетесь, что у нас происходит в Беларуси, в Беларуси в Литве. Это очень важно освещать, эти события, о всех вот дружелюбных таких визитах, потому что негативная часть, честно говоря, надоела. Грязь постоянно с экранов идет. Но нужно людям показывать такие проблески, что у нас есть путь, у нас светлый есть путь, мы можем строить огромный мост, только нужно его строить все вместе. Спасибо вам большое.